Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, да, вот мы как-то неправильно гостировались. Нам нужно было между двумя Денисами сесть, загадывать желания, потому что всё бы тогда сбылось абсолютно точно. Я хитрый, я их встретил у двери, проводил, как раз между Денисами шёл. Вот так вот. Загадал что-то там. Я загадал 30-го числа побывать на Digital Jazz фестивале, о котором сейчас и пойдёт речь. Пойдёт речь, да. Денис Пашкевич и Денис Градалев в нашей студии. Замечательные латвийские музыканты. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И начнём с того, что на всю страну, да что там на всю страну, на весь мир мы поздравим Дениса Пашкевича с днём рождения. С днём рождения. Браво, 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 браво. Спасибо, браво, браво, браво. Да, спасибо. Ну что, давайте тогда, может быть, несколько слов об этом мероприятии. Тем более, что вот с каким настроением сейчас музыканты воспринимают, ну, снятие этих ограничений, что можно... Люди собираются без масок, наконец-то без этих QR-кодов. Там нету этого отсева. Правильный человек, неправильный приявился. Не принёс. Потому что я понимаю, что это всегда был очень, ну, такой неприятный момент делить публику. И кто, ну, кого, какие вот, ну, не знаю, там, взгляды, суждения, бог с ним. Это их были дела. Да, ну, если говорить о ощущениях, то я бы сказал, наконец, мы становимся нормальными для меня. И я рад, что мы можем встречаться со своей публикой, где мы точно говорим о том, что Латвия всё-таки на первом месте для меня в моей жизни, да, и что моя публика, рижская публика, наши люди, которые приходят на концерты, это самое главное, встретить их, играть музыку для них, общаться и быть вместе. Полностью поддерживаю слова Дениса. То есть, наконец, можно встретиться без каких-то ограничений и довольно в большом помещении. Мы собрали очень хороших артистов. Открывает этот мини-фестиваль, посвящённый Международному дню джаза, который не проводился, так сказать, очно последние два года. И вот после снятия всех ограничений мы вместе с менеджментом Digital Art House решили сделать такой мини-фестиваль, позвать вот одних из интересных и лучших латвийских джазменов. То есть, открывать фестиваль будет Денис с проектом ТНК. Он немножко расскажет про это. Также участвует группа Фанкулио, группа Узварас Булварис, которая представляет собой проект виброфониста Микки Лиседзенушка. Это представитель молодого поколения латвийского джаза, очень интересный музыкант, подающий большие надежды. Он даже уже успел записаться с Биг Бендом и с Раймонд Аулсом. И как хедлайнер, можно так сказать, фестиваля выступает группа The Coconuts. Они уже выпустили три альбома, 12 лет на сцене, и в этом году даже участвовали в национальном отборе Евровидения. Но немножко дальше не прошли, но очень достойная композиция те, кто смотрел. То есть, у них разнообразная аудитория и разнообразная палитра стилей. И кроме этого, что хотел бы я для слушателей пояснить, что ещё интересно в этом фестивале, что это будет проходить в пространстве Digital Art House, у которого есть проекционные экраны на всех стенах. И мы подготовили специальные видеопроекции под каждый из музыкальных коллективов. Будет делаться своя, как бы, видеоряд. То есть, это будет не просто музыка, это ещё и сопровождающий видеоряд полностью окружающий зрителя, который сидит как бы в центре зала, за столиком у него будет музыка и видео. Ещё и за столиком можно будет расслабиться, я понимаю, так это провести приятный вечер, может быть, там с дамой прийти, там её так вывести в свет. Конечно. А вместе познакомиться опять же? Ну? С бокалом вина. Познакомиться с бокалом или с дамой? С собой. А потом повторить. Да, отлично. Я думаю, да, что атмосфера будет очень хорошая. Да. На самом деле, я благодарен Денису, что он так пригласил меня на свою программу, в принципе, его арт-дирекшн весь. И я выступаю как ТНК, это правильно, да, название. И в этой ипостаси, можно сказать, я не буду настолько джазменом, сколько акустическим музыкантом, и буду импровизировать и работать с модулярным синтезом, и тоже саксфоном, конечно, флейтой. И будет такое грубовое, амбиентное состояние, как раз для того, чтобы познакомиться с другими людьми. Ну, а джаз всегда воспринимался, в принципе, как очень широкий по палитрам музыки, то есть от какого-то авангардного джаза до такого джаза, который сопровождает лаунжевые музыки. Вот здесь будет нас к чему готовиться? Ну, у каждого коллектива свое лицо, скажем так. Вот Деннис рассказал немножко про свой проект. Я могу сказать пару слов об остальных. То есть фанкулио, мы называем это балтийский фьюжн, то есть это смесь фанк-музыки, фьюжн-музыки, джаз-рок с элементами джаза. Да, там есть элементы лаунжа также, есть элементы джаза, есть элементы фанка, есть элементы рока и, ну, очень много всего такого. То есть это инструментальная музыка, интеллектуальная, скажем так. Микерис Дзенушка и Узворос Булварис – это такой фанк-фьюжн-проект с такой молодой энергией, которая взята, что-то взята от больших имен американских 80-х годов, что-то взято от латвийских, так сказать, основателей фанк-движения 80-х, 90-х. То есть и привнесено, так сказать, что-то свое. Это такое, ну, как сказать, вообще виброфон – это очень такой интересный и уникальный инструмент, только вот ради этого уже стоит приходить, прийти, послушать, то есть чтобы понять, может, многие слушатели не представляют, что это такое. Вот есть уникальная возможность прийти, увидеть и послушать. И очень-очень достойный артист, который стоит того, чтобы прийти и послушать его на большой сцене. «Коконатс» – они самодостаточная группа с большим, так сказать, багажом материала. Они сделали выборку лучших своих композиций, подготовили видеоряд. Да, и Микелес тоже подготовил свой собственный видеоряд. То есть это получается, ну, не только музыкальное, но и, как сказать, видеотворчество, потому что он тоже работает с видео, и он подготовил под свои композиции именно видеоряд. То есть это получается тоже такой уникальный ивент, где мы увидим и услышим музыку, и увидим какие-то уникальные кадры, которые в других условиях уже воспроизвести будет невозможно. То есть это вот здесь и сейчас вот. Именно, да, потому что музыка у всех команд, она по большей части импровизационная, и в сочетании с этим видеорядом это вот как бы может произойти только в эту субботу, 30 апреля в Digital Art House. В другом месте все будет совершенно по-другому. Другая музыка, другой видеоряд, другая публика, другая атмосфера. Вы упомянули вот слово импровизация. Насколько вот джаз всегда отличал вот именно импровизация, в отличие, ну, вот от, не знаю, от классической музыки, где все выверено. И вот здесь насколько, ну, не знаю, классическое образование мешает исполнять джаз или, наоборот, помогает, раскрепощает? Ну, начни ты, Денис. Ну, скажи что-нибудь со своей точки зрения. Ну, понимаете, у меня точка зрения такая сложная, поскольку я преподаю джаз больше 15 лет, и тут во мне две такие люди живут, можно сказать. Один этот педагог, который систематик, что вам скажет, ребята, ну, джаз это, ну как, так же, как в академической музыке, это программированная музыка, мы очень много занимаемся, мы очень много пишем, анализируем, и можно даже сказать, что это точная наука. Просто ощущение такое, что ты летишь на Формуле-1 на скорости 250, и тебе или немножко налево, или прямо, или немножко направо. Ну, это точно. А вариантов, как это сделать, сотнями вариантов. Ну, просто в этой скорости должен принять правильное решение, как ты делаешь эту музыку, как ты развиваешь мелодию, или как ты композируешь эту гармоническую сетку, да. Это в два слова. Я думаю, что вообще не мешает, потому что академическая музыка дает первые 2-3 года. Человеку надо знать свой инструмент. Можно сказать, как даже самурай может, сказать, спит со своим мечом, пока он сросся. Так и ты должен быть со своей трубой, я не знаю, саксофоном, флейтой, роялью. Ты должен понимать, что в твоих руках, как этот рупор работает. А музыка, она живет в тебе, не в этой железке. Простите, конечно, за это выражение. Она живет в тебе. Если ты можешь мыслить, ты можешь это фиксировать, тогда и слушатель это услышит. Вот и все. Мы услышали версию Дениса. Денис. Я полностью солидарен. Отличный звучит. Тут даже добавить почти нечего. Я бы сказал так, что академическое образование, оно очень даже помогает именно в освоении инструмента и в освоении теории и всей музыки как предмета и погружения туда. Кроме того, это дает такой момент, как погружение в музыкальную тусовку, скажем так, знания с педагогами разных поколений, старшего поколения, среднего поколения, младшего поколения. То есть это круг общения, он создается, люди вместе растут, потом после окончания каких-то учебных заведений их пути расходятся. Кто-то остается в академической музыке, кто-то уходит в импровизационную, джазовую, эстраду или совсем уходит. Но это, как сказать, это, как правило, это детство, юность, это всегда остается в людях, как лучшие воспоминания. И потом это как бы, ну, помогает, скажем так, как бы одна какая-то вот, скажем там, круг общения, тусовка, скажем так. А легко ли вообще импровизировать в группе? То есть вот это же надо, чтобы люди понимали друг друга, вообще даже не с полуслова, там вот как с полуноты, как это, то есть вот когда, как музыканты понимают друг друга, вот что сейчас ты пойдешь в эту сторону и... Когда начать, когда закончится концентрация. Но переглядываются так визуально. Примерно перед композицией иногда можно составить там план, кто после кого, но этот план может поменяться. То есть, в принципе, если человек хочет сыграть соло, то его вся группа поддерживает и, как сказать, поднимает, скажем так, его. Потом следующие солисты, скажем так. Ну, то есть это уже такое интуитивно, там, с годами приходит с опытом. Бывает такое потом в гримерке как-нибудь там, вы не дали мне сегодня солировать, мне какой-нибудь ударник говорит. Я опять сегодня не самовыразился. Бывает, да. Бывает всякое. Ну, это же жизнь. И джаз – это жизнь. То есть, это отражение жизни, как бы. Не бывает же все только вот как... Сейчас, 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 подожди. Как по нотам скажу. Я запишу. Джаз – это жизнь. И все. И на стенку слоган. Готовый слоган? Джаз – это жизнь. Джаз – это жизнь. Я, ну, я добавлю, наверное, что все на самом деле очень просто, если ты занимаешься этим ежедневно, 24-7, если ты анализируешь, учишься, запоминаешь. Потому что в джазе – это логичная piece of art, дисциплина. И это значит взаимосвязь и последственность. Выбор и последствия. Вот и все. И в этом есть закон. И когда мы говорим о логике музыки, то даже когда мы говорим о золотых нарезах, там Менделсон или Вагнер или Моцарт, мы говорим tension and release. Минор, минор, мажор. То есть мы нагнетаем обстановку и разряжаем. Очень просто. В музыке это все время прибывает. И в джазе это очень важно, чтобы эта логика присутствовала. Что касается бэкстейджа, то в джазовой истории много рассказов, на самом деле, о том, как стиль развивался. Скажем, например, бибоб, хардбоб, постбоб. Это три называл. Еще есть свинг, модальный джаз, авангард. И каждые пять лет какой из музыкантов приносил какую-то идею, скажем, усложнил аккорды и сказал, давайте будем играть сейчас так. Это новая идея. Вот скажем, если мы говорим о бибобе, то барабанщику не было разрешено или пианисту заполнять пустые моменты в музыке. То есть у каждого музыканта была конкретная функция. Если ты барабанщик, ты просто грамотно стучишь хай-хет или другую тарелку и просто держишь хороший бит. Но спустя 20 лет, когда начался хардбоб и постбоб, в постбобе открылись двери и каждому джазовому музыканту в ансамбле, в квартете было разрешено делать все, что может относиться к ктейсту. Сейчас по-русски. Что будет вкусно. Да, что будет правильно, вкусно в нашем коллективе. И много рассказов о том же Стэн Гэттс, саксофонисте, которого мы знаем, который играл эти босановы, помните? Герфа Мипанэмэ, все. Когда он играл, играл, а потом в паузе брал своего пианиста в бэкстейдж и бежал к стенке и говорил, слушай, ты перестань, это мой квартир. Понимаете? На сцене, как я, как в жизни это все происходит. Так что у вас очень хороший вопрос был на самом деле, как же, а дали ли мне сыграть? Ну, если ты знаешь свою функцию, если в фанковом бенде, как играет фанкул, ну, у каждого своя функция. Если я туда приду и начну авангард играть, ну, наверное, ребята меня второй раз... Прижмут к стенке. Ну, нечего здесь. Дон Стилла Ушоу. Есть. Ну, вот в этом суть. А если говорить вот о том, насколько котируется латвийский джаз в Европе, то есть вот есть ли какие-то связи, приглашают музыкантов, какие-то проекты, фестивали, то есть вот есть ли какая-то джазовая, условно говоря, тусовка, вот которая, в которой мы находимся тоже? Ну, от кого вы хотите ответ? От того, кто готов ответить. Я готов. Но я дам шанс ему сначала. Денис. Я считаю, что котируется, и есть как бы международные проекты, и Денис тому пример, и Лапес Радио Биг Бенд пример, и другие артисты, как бы, если они чувствуют в себе силы и возможности, можно... Сейчас интернет, все открыто, можно написать любому своему любимому, так сказать, джазовому музыканту, сказать, вот я там записываю композицию, хотел, чтобы вы поучаствовали в ней. Если музыкант сочтет, как сказать, уместным и интересным это все, он, как сказать, может вписаться, и тогда возникают всякие неожиданные комбинации, там, рок-группа из Латвии, плюс известный трубач из Франции, то есть окно возможностей очень большое, все зависит от самих музыкантов и людей, примеров очень много, это очень долго можно рассказывать, и как бы даже наш последний альбом группы Фанкулио, в котором Денис принимал участие, он тоже как бы международный, там участвовал, и саксофонисты из Франции, флейтисты из Германии, пианисты из Англии, то есть какие-то есть общие точки всего этого взаимодействия, но тем не менее я считаю, что сейчас очень большие возможности для латвийских музыкантов, для сотрудничества с европейскими или американскими, и примеров там очень много, тем более сейчас именно проходит выставка Jazz Ahead, которая всемирно известная выставка джазовых коллективов, менеджеров и всего, поехала делегация от Латвии, представляющая коллективы джазовые наши, они издали диск, там представленные композиции латвийских джазменов, то есть, ну, как сказать, мы присутствуем и готовы к сотрудничеству. Денис? Да, я вспомнил, что вы ведь тоже в Фанкулио вы ездили все-таки по Балтии, в Германии, по-моему, вы были, выступали. Польша были, в Польше вы были, то есть, ну, конечно, это, насколько ты активный, и флаг тебе в руки. Если ты маленькой Латвии, уже чего-то достиг, есть своя аудитория, то надо обязательно двигаться за рубеж, чтобы проверить, насколько же у тебя кор сильный, что ты можешь стоять, держать публику за рубежом. упомянули Таньку. Танька это мой электрооктический проект, и я должен сказать, что да, в Польше очень много ревью хороших, но должен, наверное, отметить, что последние две пластинки, одна из пластина, которую я выпустил, с Ганелином, Ячеславом, Variations, и вторая Танька, ну, с Ганелином мы попали в лучший альбом года, 50, чарт, 50 лучших альбомов года, и четыре звезды получили в Домбите, что есть американская версия музыкального Forbes, и Танька получила тоже четыре звезды в All About Jazz, это еще один американский всемирный, на самом деле, портал по джазу, то есть, я думаю, что американцы вообще не знают, где Латвия или что, она просто не слушает музыку, им нравится, и я сейчас готовлю трио свою пластинку, которая выйдет, и это трио, есть, это имя трио, упомянуто в европейском джазовом дереве, такое дерево есть, и Дэйв Либман, который является моим ментором и саксфонистом Майлса Дэвиса тоже согласился написать хороший лайнер об этом трио, об этом альбоме, и я бы сказал, все идет очень хорошо, на следующей неделе пятого я улетаю в Берлин играть в Стенкай, на джаз-фестиваль, вернусь как только смогу, и все идет нормальным таким путем, даже во время ковида было приглашение играть в Норвегию, без никаких осложнений или условий по теме популярной, так что я бы сказал так, культура может объединять людей, несмотря на визы, на паспорт или убеждение, то есть убеждение одно, музыка, культура, она дает тебе мыслить, значит разговаривать и с вином, и с девушкой на концерте. Кстати, вот 30-го еще раз Музыка, музыка мирового уровня прозвучит 30-го апреля начиная с 7-ми вечера Digital Art House, Digital Art Festival, в котором принимают участие оба наших сегодняшних гостя. Спасибо огромное. Спасибо. Денис Паштевич, Денис Градолев, да, спасибо, до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Слушайте Радио Болтком.